Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моих белорусских друзей и подписчиков, я хочу связать для вас стример, который очень хорошо работает по окуню, по плотве и практически по другой белой рыбе. Для изготовления я взял обыкновенный крючок вот такой, но номером шестерочка. Изогнул колечко, огрузил свинцом, пока ничего не подравнивал, начнем его изготавливать. В процессе изготовления я вам расскажу о всех материалах, которые нам необходимы. Нам понадобятся сейчас с вами остатки пера или, если у вас нет, можете использовать пряжу в качестве хвостика. Как обычно, я выбираю определенное количество для себя перышек. И вот если они такой лохматости, я стараюсь их отрезать, чтобы меньше у меня было отходов при креплении. Подравниваю их длину. И на место крепления нанесем буквально капельку клея. Стараемся крепить материал так, чтобы у нас все крепление происходило до свинца не было нагромождения. Подхватили наш материал. И теперь, так как я изготавливаю для определенной рыбалки, можно отрезать, но я желательно укоротить немножко хвостик. Так как окунь, когда кормится, может быть пустые поклевки, если достаточно будет длинный хвост. Если он мало активен, тогда желательно, чтобы хвостик был подлиннее, чтобы его привлекало. Эта приманка изготавливается для условий рыбалки, когда окунь уже у нас кормится и гоняет малька. Ну, можно и как разведывательную использовать. Теперь нам понадобится, я обычно использую в качестве сегментации, придания, допустим, красоты и дополнительного блеска. Вот такие остатки елочных украшений. Если вам, допустим, нет возможности использовать такой, есть в продаже, это не реклама. Вот такой материал фирмы Hens, который практически мало чем отличается от моего люрекса. Или уже можно использовать материал вот такой, который имеет тоже разную ширину. Этот достаточно широкий, то есть нам он немножко не подходит для нашей работы. Нам желательно поуже. Закрепим его здесь, у хвостика. Нанесем капельку клея. Можно также проволокой, но проволоку желательно тогда использовать белую или леску флюо, для того, чтобы дополнительная еще была привлекательность. Тело мы будем изготавливать из обыкновенных ниток, вот таких. Это акриловые нитки, которые используют женщины наши для вязания. Почему именно акрил? Потому что он при намокании не садится и своего цвета не меняет. Я подобрал, так как будем изготавливать двумя цветами, подобрал два цвета и их сложил в определенную толщину, чтобы эти мне две пряди были одинаковые по толщине. Теперь крепить этот материал желательно уже по длине всего цевья. Поэтому я подхвачу сперва желтый и подхвачу черный. Использовать можно цвета, подберете для себя, допустим, по необходимости, как вы захотите. Дело в том, что окунь очень хорошо реагирует, как я обычно говорю. цвет раскраска осы. Поэтому очень часто я практикую такие контрастные контрастные тела. И теперь подхватим весь наш материал. И подровняем, придадим коническую форму нашему телу. Изготовили с вами тело. Промазал я немножко клеем, умеренно. И теперь нам необходимо с вами левой и правой рукой взять наши две пряди нитки и не отпуская прокручивать левую и правую сделать из них симпатичный живутик, чтобы была вот такая у нас одна нить. Не отпускаем, чтобы наши нитки не скрутились. Используя функцию вращения, которую есть у вас на каждом станке, если у вас есть, нет, можно допустим брать тогда и следим за тем, чтобы у нас пряди ложились ровно, выполнить вручную. Главное, чтобы вы подобрали для себя толщину нашей пряжи, чтобы она подходила у нас хорошо по диаметру. все закрепили, убрали оттяжку и окончательно подхватим теперь наш материал. Удаляем остатки. теперь желательно, это уже такой элемент, как украшение, желательно нам с вами сейчас еще нанести капельку клея, чтобы наша пряжа, она и так не убежит. Значит, я уже проверено, вот в таком варианте использования расцветки, и если посадить на клей или на лак, можно на водостойке любой, который у вас будет клей. Спокойно выдерживает поклевки нашего окуня, щуки, то есть выдерживает очень хорошо. И теперь нам необходимо нашим люрексом пройти вот так по краю или хотите прям по центру нашего черного черной нитки, которая была у нас в теле. дошли до колечка, сделали один полный оборот, закрепили, отрезали. Так как я и обещал, мы будем использовать те материалы, которые практически можно найти у себя дома. Значит, я в качестве опушки расскажу, можно использовать всевозможные материалы, в том числе и допустим перо, которое продается в наборах, в скальпах. Но я взял перо, убираем нить, заменим ее на несколько другого цвета, то есть черную, той, которой мы будем изготавливать с вами уже окончательно головку. закрепили. В качестве опушки он достаточно простой, но уловистый. Я взял два вот таких перышка домашней курицы. Если есть у вас другие, пожалуйста, можете использовать, вплоть до того, что петуха взять, допустим, седла или с китайских наборов, но желательно так, чтобы длина бородок у нас была значительная, доходила хотя бы до загиба нашего крючка, жала или, допустим, до начала хвостика. Чем будет больше опушка и пышнее нашего стримера, тем лучше. давайте закрепим перышки, крепим два сразу пера. Закрепили два пера сразу в одном месте и теперь нам надо проявить аккуратность и двумя куриными вот такими перышками выполнить сразу обмотку. Следим за тем, чтобы наши бородки аккуратно ложились и не перекручивались, не переламывались. Вот сколько выйдет два 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 с половиной два с половиной до будем говорить до пера, которая содержит уже опушку. Поднимаем наши перья вверх, аккуратно, слегка намочив пальцы, уводим бородки и и крепим наше перо. Буквально один-два оборота будет достаточно. После этого переламываем все наши перышки назад и уже здесь аккуратно сформируем головку. остатки удалим. Нанесли буквально капельку лака, об этом я уже не буду говорить. И стример вот такой можно изготавливать как мокрую мушку в зависимости от вариантов, начиная от 16 номера в зависимости от материалов. Работает круглый год при условии допустим если это река. Зимой тоже хорошо. Но самое главное это то, что он при любой погоде. Он имеет достаточно соответствующую раскраску как для темной пасмурной погоды, так и для яркого солнечного дня. Пробуйте. Спасибо за внимание. До скорых встреч.